Более 160 километров автодорог отремонтируют в крае в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В Москве состояло заседание Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Совещание провел председатель правительства России Дмитрий Медведев. В режиме видеоконференц-связи участие в работе приняли и главы регионов, в том числе и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. На совещании обсудили реализацию нескольких федеральных проектов, в том числе проект «Безопасные и качественные дороги». Участие в нем принимают 37 городских агломераций. В этом году будет построено, реконструировано и отремонтировано около 5000 километров дорог. Ликвидировано более 1000 очагов аварийности. Регионам на эти цели выделено 30 миллиардов рублей. Важно, чтобы они были максимально быстро доведены до муниципального уровня. Как можно быстрее объявлены конкурсы, началась практическая работа. Плановые сроки, обращая внимание, уже наступили. Важно наладить обратную связь, используя для этого современные средства коммуникации. Любой человек, которому небезразлично место его жительства, должен иметь возможность узнать, когда и какие участки дорог будут ремонтироваться, отметил Дмитрий Медведев. В числе участников этого проекта – Хабаровская агломерация. В этом году на реализацию программы запланировано около 1,5 миллиардов рублей. В том числе 625 миллионов из федерального бюджета, 677 миллионов из краевого и 144 миллиона из местного. Основные объемы финансирования будут направлены на ремонт дорожного покрытия. В этом и следующем году мы планируем привезти в нормативное состояние 165 километров автодорог. Большая работа также предстоит по снижению количества мест концентрации ДТП. Мы определили, что в 2018 году сократим их в два раза – с 52 до 26. Также в планах оборудование 14 автобусных остановок для обеспечения безопасности пассажиров, отметил губернатор Вячеслав Шпорт. На заседании президиума также шла речь о реализации еще двух федеральных проектов. Формирование комфортной городской среды и обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг. Как рассказал министр строительства и ЖКХ России Михаил Медь, в проекте по улучшению городской среды принимают участие 1373 муниципальных образования, в которых проживает 99 миллионов человек. Все средства уже перечислены в субъекты Российской Федерации, уже идет процесс публичного обсуждения. Эти публичные обсуждения не должны превратиться в профанацию, потому что у муниципальных властей, естественно, есть соблазн принимать решения за людей. Какой двор надо отремонтировать в первую очередь? Какой сделать знаковым объектом благоустройства? Отметил Михаил Мень. Отметим, что в Хабаровском крае уже проведен отбор муниципалитетов в рамках этого проекта. Субсидии получат 19 муниципальных образований на формирование современной городской среды. Одно муниципальное образование на устройство парков. В районах начат прием заявок от жителей на благоустройство различных объектов. Уже принято более 140 заявок.